Только Европарламент, все европейские институты до сих пор были выстроены на этом политическом фундаменте. Перед Меркель и ее союзниками стоит задача сохранить его, потому что многие европейцы, как ожидается, будут принимать решения так же, как и на национальных выборах, часто в логике, продиктованной падением доходов и сокращением социальных программ. Сегодня мы все собрались здесь, потому что для нас наступают решающие часы. В воскресенье речь будет идти о выборе правильного пути для Европы. Евросоюз — это 426 миллионов избирателей. Европарламент — 751 депутат, которые избираются по национальным квотам, пропорциональным численности населения. Самая большая — 96 мест — у Германии. Европарламент не обладает правом законодательной инициативы, но влияет на формирование исполнительной власти. В частности, предлагает кандидатуру председателя Еврокомиссии и утверждает ее решение. Сейчас почти 54% мандатов как раз у блока права и левоцентристов, но их представительство может сократиться до 47%. Голосование идет 4 дня. Началось накануне с Нидерландов и Великобритании. Закончатся в воскресенье Германии и Франции. Первые результаты как будто бы стали хорошей новостью для Брюсселя. В Голландии победили свои — социал-демократы. Ультраправые из партии «Свобода» потеряли 3 из 4 мест, которые у них есть в нынешнем парламенте. Но эти мандаты просто перехватили более умеренные евроскептики, так что ничья. Результаты голосования в Британии объявят в понедельник. Социологи предрекают победу сторонникам Брекзита во главе с Найджелом Фараджем. При этом ясно, что неурегулированная ситуация с выходом Соединенного Королевства из ЕС вступает в резонанс с настроением всего европейского электората. Усугубляет целый комплекс проблем, связанных с потерей общих ценностей и ориентиров во внутренней и внешней политике. С перекосом в качестве жизни даже внутри Евросоюза. Поэтому и возникает вопрос, о какой конкретной Европе, о Германии и Швеции или о Болгарии и Греции, говорит председатель Еврокомиссии Юнкер, отвечая на вопросы СНН. Что не так с ЕС? Что не так с Европой? Вопрос можно сформулировать иначе. Что не так с теми, кто открыто борется с ЕС? В Азии и Африке люди смотрят на нас, будто мы своего рода бог мира. Мы добились того, чего не смогли добиться во многих других местах. Местами точно добились, но смогут ли сохранить? Ультраправые утверждают, что у них есть решение. Европа национальных государств, где каждый будет руководствоваться тем, что выгодно для него, а для всех по остаточному принципу. Они рассчитывают на четверть Европарламента, и их лидеры Лепен, Сальвини, Мойтон надеются сколотить фракцию, достаточную, чтобы испортить жизнь политическому мейнстриму. Который, кстати, рискует не только потерять большинство в Европарламенте, но еще и разругаться по поводу кандидатуры следующего председателя Еврокомиссии. Меркель делает ставку на Манфреда Вебера. Один сигнал имеет центральное значение. В это воскресенье будем до последней минуты бороться, чтобы популисты и националисты не сломали Европу, которую мы построили. Вебер – человек из Баварского христианско-социального союза. 15 лет проработал в Европарламенте. В последние годы возглавлял правоцентрическую фракцию. Ведущий кандидат, а значит, претендует на место Юнкера. Недостаток, который выпячивают его противники, состоит в том, что в отличие от тех, кто возглавлял Еврокомиссию до него, бывших премьеров и министров в своих странах, он ни разу не работал в исполнительной власти. Еще более существенный недостаток, и поэтому о нем молчат, Вебер – немец, что в глазах Меркви, конечно, достоинство, которое прежде никогда не было конвертировано в ключевые должности в Брюсселе. Вебер имел неосторожность критиковать «Северный поток-2», но это скорректирует. В планы немецкого канцлера вряд ли входит конфликт с новым европейским руководством по поводу российского газа. Вебер молод, амбициозен и неопытен. Есть с чем работать. И вообще немец во главе Еврокомиссии – это, может быть, и есть план, или, по крайней мере, часть плана по восстановлению всеобщего согласия и единства. Под крылом и в интересах Германии. Время высоких рисков – это время больших возможностей. Не для всех, конечно, сразу для всех не бывает. Даже в Евросоюзе.